новости из канады полиция канады обнаружила плантацию марихуана охраняемую 13 черными медведями сообщает the canadian press можно долго представлять как однажды проснешься знаменитым но вряд ли угадаешь что слава придет в обличии 13 медведей у которых к тому же проблемы с наркотиками ну что ж друзья мои мы сегодня собрались в связи с тем что произошла невероятная сенсация чего сегодня только дорогие друзья не предпринимают люди для того чтобы прославиться вот это сегодня произошло с моими друзьями это татьяна субботина доброе утро дорогие друзья и юрий шеверев доброе утро итак сегодня практически средства массовой информации начинают перетекать в интернет и вот на этом пространстве сегодня самой популярной личностью становится татьяна субботина и так как ты сегодня себя чувствуешь вот таня вчера это не сегодня если ты по-другому ходишь по-другому чувствуешь по-другому смотришь по-другому да серёжа и ты знаешь с грустью хочу сказать что есть то как раз приходится все меньше и меньше в связи с кем не хочется выходить за рамки экрана случайность ли то что произошло вот тут наверное я буду разговаривать сейчас давай с юрой поговорим вообще пока не понятно что я здесь делаю на самом если бы я был зрителем я бы не понял ты как раз таки являешься продюсером того что случилось возможно ли да акция вы планировали это юра мы планировали мы планировали что мы станем действительно популярны и что этот ролик принесет нам очень много зрителей я монтирую новости и поэтому этот сюжет попал ко мне и я среди вот этих сорока восьми дублей с разительным смехом увидел этот бесценный материал который которым не мог не поделиться но посмеялся сам посмеши несколько миллионов что мне показала данной ситуации нам всем как это ни странно народ безумно соскучился по веселым новостям по смеху от души по смеху до слез по смеху до боли в животе но были какие-то инциденты в прошлом которые могли тебя вот натолкнуть на то что а тут что-то есть конечно конечно если считать по значимости то 1 это сумасшедший успех эдуарда хилле больше известного в сетях как мистер троллу ло второе это книга гэри вейнерчука кстати нашего соотечественника тоже иммигранта из бывшего ссср краше в книге он рассказывает как с помощью социальных сетей он бизнес стоимостью в 2 миллиона превратил в бизнес стоимостью 50 миллионов при этом просто получая удовольствие от того что он делает эффект от такой компании можно оценивать в сотни тысяч если не в миллионы долларов а сейчас когда люди получили возможность выбирать что им смотреть и когда смотреть такой вид рекламы будет все актуальнее два основных принципа во первых сам информационный продукт должен быть таким что когда ты его посмотрел тебе захотелось отправить всем своим знакомым друзьям и второй момент это раскрутка в социальных сетях без раскрутки в социальных сетях ничего не бывает многие думают что если разместить ролик на youtube он станет популярным буквально через несколько поэтому я тебе не поверю это не так это не так есть открытая статистика на youtube на нашей странице и немногие обратили внимание что до того как этот ролик стал популярным он пролежал на ютюбе на том же самом месте три недели без всякого внимания пролежал на полке шедевр ну как было например я просто могу сказать что это просто как будто мастер и маргарита вы мне льстите практически вот эти две составляющих наверное есть еще и 3 какая петит они заразительный смех вся эта ситуация забавная как забавенный текст который я читала она заставила развеять миф о том что телеведущие это вот некие бесчувственные куклы со стеклянными лицами которые еще и не всегда понимают что читают мы люди и ничто человеческое нам не чуждо и мы с удовольствием смеемся просто по роду по своей профессии мы не можем смеяться в эфире мы естественно смеемся за кадром с удовольствием это делаем и вот на таких интервью тоже помимо прикольная информация а пропустить нельзя кстати хотел вот еще что развеять миф о том что это было все придумано это было не натурально новость самая настоящая уважаемого агентства за канадин пресс это чистая правда смех ведущий настоящий я присутствовал при записи живой свидетель и и на самом деле чисто живая человеческая реакция на текст который но мягко можно назвать бредом силой кобылы то есть у меня как у любого человека есть воображение я читаю определенный текст не только вдумываясь но и рисую себе некую картинку по словам полицейских когда они обнаружили плантацию то увидели что рядом с грядками барихова со своей популярностью в интернете уже затем вот своим успехом заинтриговала и заинтересовала нтв и захотелось рассказать о всей компании сегодня вечером тем вечером в нашей программе об этом не рассказывает российское телевидение полиция канада обнаружила плантацию марихуана охраняемую 13 черными медведями потому что новости это их профессия обнаружила плантацию как самый русский телеканал канады неожиданно покорил россию узнаем на центральном телевидении как как случилось кто кому позвонил на какой день примерно то не хронология событий это интересно вот когда цифры начали расти в совершенно бешеном темпе на буквально на второй день мы получили звонок из центрального телевидения где они не просто выразили за нтв интерес да где они вот уже конкретно предложили сделать программу с ними по словам полицейских когда они обнаружили плантацию то увидели что рядом с грядками барихова этот ролик появился в интернете чуть больше недели назад и тут же стал хитом больше миллиона просмотров в скучных офисах его пересылают с компьютера на компьютер уже по третьему разу ну очень смешно на следующий день я получила звонок из из редакции русского радио чикаго и я работала в живом эфире это действительно был интерес со стороны русскоязычной общины проживающей в чикаге чикаго о том что в канаде есть такая русская телекомпания теперь узнали многие что это нам дает что это нам дает скажем так с самого начала этой кампании наш сайт посещали тысячи человек мы не можем оценить нашу аудиторию которая смотрит нас в открытом эфире но мы можем посчитать тех кто смотрит нас через интернет количество зрителей через интернет увеличилось в десятки раз но если бы ты сегодня получил приглашение поехать и поработать у них у них это в москве в москве ты знаешь серёж и и да и нет вот той жесткости и агрессивности московских дикторов и московских ведущих мне не хватает я не такой человек я более мягкий по презентации а как у нас со свободой слова на ютюбе свобода слова на ютюбе у нас присутствует в полной мере ты свободно можешь удалить любое слово на ютюбе которое себе не нравится потому что там были восторге по моему снег нормативной лекции просто восторг переходил границы я знаю что мы получили первую премию в канаде по самым смешным видеоклипом на ютюбе в таком разделе как избранные мы сегодня лидируем тоже во всем мире заме лидеры за месяц нас смотрят по всему миру даже на вадагаскаре нас посмотрела два жителя вадагаскар все два же так долго лежали на полке все же все очень просто поскольку мы далеки от той плантации у нас не было физической возможности проследить судьбу мишек и естественно мы ждали окончания решения их участи судьбы участи судьбы могло их усыпить да и тогда это уже было бы не смешно поэтому мы естественно ожидали счастливого конца и голливудский конец произошел понятно что смешнее то ли зажигательный срыв ведущей то ли сама новость рядом с грядками марихуаны сидят медведи хоть бы стояли уже ладно а